На дворе 21 века тяжело представить себе, что люди до сих пор проживают в аварийных домах. Но эта проблема существует и актуальна для многих. Поэтому с приходом Андрея Воробьева на пост губернатора Московской области началась активная реализация программы по расселению ветхого и аварийного жилья. О том, как она воплощается в жизнь на территории Ленинского района, рассказывает Юлия Погасьян. На территории Ленинского района насчитывается порядка 23 домов, относящихся к категории ветхое жилье. Некоторые из них находятся почти в аварийном состоянии. Будучи построенными на скорую руку после войны, сейчас они просто рассыпаются. Жить в них стало опасно. Покосившееся здание, на это смотреть страшно. Мало того, что жить. И люди уже не видят перспективы к улучшению. Но скоро все должно измениться. В конце прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение всем главам муниципалитетов разработать программу по расселению ветхого и аварийного жилья. У нас в районе решение проблемы видят следующим образом. Застройщики, приходя в район для получения собственной прибыли, должны четко понимать, что необходимо принимать участие в развитии поселений. Например, предоставлять квартиры для расселения. Сейчас застраивается около 600 тысяч квадратных метров домов. И лишь 2% от этой цифры поможет решить проблему. Второе решение – это развитие застроенной территории. У нас есть всем известная улица строителей. Там на ней находятся 4 дома. Действительно, дома уже в таком достаточно ветхом состоянии. Люди жалуются, приходят ко мне. Есть застройщики, которые видят и хотят на месте этих домов сломать их и построить здание. Жилое здание с предоставлением жителям, проживающих в этих домах, квартир. Уже разработана проектная концепция этого дома. Прошел первый, даже сказать, не градсовет, а это была встреча с общественным советом, где была представлена концепция этого дома, концепция этой программы. На первом прогоне были, конечно, очень много вопросов разных. Договорились, что застройщик проработает, и мы где-нибудь еще через месяц соберемся и еще раз, второй раз делаем прогон. А где люди будут жить, пока дом их изнесут, будут строить? Застройщик предлагает, значит, здесь у нас конкретно застройщик МФК видная. Значит, они застраивают территорию рядом с созданием ГИБДД на Белокаменном шоссе. Значит, они там предлагают предоставить жилые квартиры. На сегодняшний день уже начался сбор всей необходимой информации. И в течение года в районе планируется хотя бы частично решить проблему ветхого жилья.